А вот эта история про профессиональный футбольный клуб, который вы хотите создать. Профессиональный футбольный клуб, видимо, да? Или просто футбольный клуб? Ну, полупрофессиональный. Ну, сложно говорить о статусе, пока не имея финансирования. То есть, это же все постепенно должно быть. Ну, что для этого нужно сделать, чтобы этот клуб появился? Что вам нужно для этого? На данный момент есть футбольный клуб «Забайкалец». Это ваш футбольный клуб? Это мой футбольный клуб, да. Мы зарегистрировали организацию, собрали людей. Там, наверное, 90% это тренерский состав мой. И плюс там игроки, с которыми раньше играли. И то есть, на данный момент мы выступаем в городских лигах. У нас там задача попасть в высшую лигу Любильскую города. И параллельно с этим ищем финансовые какие-то источники. А какие могут быть финансовые источники? Спонсоры, гранты? Что это может быть? Слушайте, ну, на гранты я сильно не рассчитываю. Там суммы, они должны быть, ну, приличные. То есть, не знаю, 15-20 миллионов в год. Но, конечно, это один из источников дохода гранта за 100%. В этом направлении мы тоже работаем. Но основной это, конечно, спонсор. Вот яркий пример тому в городе Иркутск. Футбольный клуб Иркутск. Это частная история абсолютно. У них там спонсор сервика. Я специально ездил туда. В прошлом году узнавал, как у них это все работает. И как? У них есть база прямо своя? Стадионы, площадки? Ну, да. Но как бы это не то, что это просто находится у них тоже там, можно сказать, в оперативном использовании, в управлении. То есть, да, есть определенный там стадиончик. У них... Раздевалки. Раздевалки, да. И как бы они это все арендуют. Спонсоры им оплачивают аренду. И плюс они собрали там команду. У них еще плюс в том, что была раньше профессиональная команда. Она распалась в какой-то момент. Развалилась, как это бывает. А люди остались. И они этих людей собрали. И сейчас вот демонстрирует, на мой взгляд, отличный уровень. То есть, они в третьей лиге мы выиграли в прошлом году. Сейчас вот надеюсь, что они пойдут уже в профессиональный футбол. Но тут вопрос финансирования. То есть, вы говорите, если будет финансирование, если будут люди, если будет желание, можно добраться теоретически до профессиональной лиги. Ну, сто процентов. Профессиональная лига – это вторая лига, по-моему, да? Да, да. Вот зона Восток, где играл ФК Чита. То есть, цель максимума такая? Да нет, это просто не то, что максимум. Это первая серьезная ступень. Цель это можно бесконечно ставить. Были бы правильные люди, было бы у меня в том числе правильное знание и мышление, когда будем этим заниматься, то я думаю, что… То есть, футбольный клуб Чита раньше играл в первом дивизионе, это вторая по уровню после премьер-лиги, и показывал там определенные результаты. То есть, возможно, если бы можно было как-то дожать, найти еще дополнительное финансирование, можно было бы там и в премьер-лигу заявиться. То есть, ну, мечтать не вредно, и, мне кажется, это нужно делать.